Это данные военных радаров, но это самое интересное в разговоре. Вам нужно продержаться так долго, и вы увидите, когда вы заметите следы, то есть то, что действительно видно на военных радарах. Тогда отпадает всякое сомнение в том, что это явление существует или нет. Потому что, вот видите, это то, что раньше в США называли неопознанным летающим объектом, а затем сокращенно НЛО, и это было доказано вашими радиолокационными данными. А теперь мы переходим к аббревиатуре НЛО. Плохая вещь, о которой мы говорили вчера, заключается в том, что общественность проводит различия между тем, что мы принимаем за неопознанный неопознанный летающий объект и НЛО. НЛО — это совсем другое. Управление воздушным движением Штутгарта также заявило, что этот неопознанный летающий объект принадлежит 19 январь этого года, что он движется со скоростью 100 км в час. Это был не берег, а неопознанный летающий объект, да, да, это так. Мы не видим разницы, но общественность имеет значение, и теперь мы должны адаптироваться. Нет смысла придерживаться этого термина, если вы хотите оставаться авторитетным. Тогда вас смешивают с чудаками-эзотериками, и да, как вы это делаете. Давайте возьмем другой термин, например, УАП, как это делали американцы, или мой друг Ричард Хейнс, потому что он работал в Управлении гражданской авиации США с Наркап, где он говорит, что эти объекты, будь то шаровая молния или другие объекты, которые вы должны исследовать, и Управление гражданской авиации имеет на это право. Он сказал, да, это важно, но если бы он сказал, что он специалист по наблюдению за НЛО, то, конечно, не стал бы туда соваться. И поэтому он сообщил там, я думаю, что сейчас от 3500 до 4000 наблюдений пилотов. И следовательно он имел в виду термин УАП, неизвестное воздушное явление. Если мы просто сделаем это, это будет психологически глупо. Все скажут, что вы имеете в виду НЛО. Тогда мы говорим не НЛО, а НЛО, это место, где маленькие зеленые человечки приходят с инопланетянами. Мы не имеем в виду это для меня действительно неопознанного. Да, тогда скажите это, и хорошо, тогда пусть что-нибудь скажут. Так я думаю, когда пишут об этих вещах, и я сам изначально придерживался этого мнения, потому что моя предпоследняя книга называлась «Неопознанные летающие объекты над Европой». Вы можете положить книгу так же, как и в компании, если придет коллега. Теперь я по глупости назвал эту книгу НЛО и так далее, и тому подобное. Никто в компании этого не одобряет, и меня тоже считают чудаком, и я сам уже с трудом хожу в книжный магазин и говорю, «У вас есть книга об НЛО?» Неважно. Это дерьмо, это как, ну, как порнография. Я сказал своей дочери, что она должна скопировать одну из этих штучек у меня. Я не хожу в этот магазин, там действительно НЛО, я бы тупо посмотрел на это. Но так что либо вы всегда говорите об этом в борьбе за объект, либо мы пишем «Неопознанный летающий объект». Тогда все в порядке. Вы просто не можете постоянно говорить об этом. И в качестве названия книги я тоже не собирался называть ее так, как это впоследствии было навязано издательством. Я хотел сказать, что НЛО — это недоразумение. И тогда, конечно, я должен был сказать НЛО. И затем в книге говорится, почему ошибочно полагать, что это явление уже изучено наукой. А затем они пришли к выводу, что в этом нет ничего такого. Это вообще не было сделано. Только наукой были проведены исследования, чтобы определить, действительно ли существуют неопознанные вещи или нет, но не то, что это такое. Эти исследования вообще не проводились в течение 60 лет, и это то, о чем эта книга, и это было бы на самом деле подходящим названием. Ну, просто это называется НЛО, и мне немного стыдно, что на нем всегда написано это. Я хотел бы кое-что сказать по этому поводу. По поводу всей ситуации, мы поговорим об этом позже. Я нарисовал для этого своего рода интеллектуальную карту и сделал желтым цветом то, что пользуется уважением и признано, а оранжевым то, что больше не нравится широкой публике и ученым. Во-первых, нет. Увы, но они не очень красиво нарисовали это для меня. Я не знаю, видите ли вы это вообще, я в это не верю, но потом я расскажу. Ситуация такова. Да, но тогда, я полагаю, это тоже не станет яснее. Ну, хорошо. Да, вы можете это увидеть, давайте посмотрим. Я имею в виду, что вся ситуация изложена именно так. Этот желтый цвет здесь перед фильтром, фильтр, который должен быть выведен, можно свести к чему-то знакомому. Вот что происходит в современной науке, которая говорит об НЛО в строгом смысле, так что то, что действительно интересно, этого вообще не существует. И пресса, телевидение и интернет отчасти принимают НЛО как нечто существующее, а отчасти нет. Основная наука отвергает все, что происходит после этого. Итак, вы говорите, что не стало ясно, что там есть что-то неопознанное. И этот фильтр, да, это просто путаница, подделка. Это то, что расследуется по всему, что было выдвинуто. Тогда это военное дело, это обман, и вы все это знаете. Я сам не могу видеть, что там написано. Ну, вы понимаете, что я имею в виду, и я избавлю себя от необходимости говорить об этом подробнее. Эти несколько вещей, которые происходят, они интересны, и нет смысла всегда вести статистику и говорить, что 99% мы можем выяснить. А затем этим займутся социологи. Зачем беспокоиться? Почему многие люди думают, что видели НЛО или что-то в этом роде? Все это заранее, это не имеет никакого отношения к исследованиям НЛО. Мы начинаем только с тех, которые действительно проходят. Итак, социологи, как я уже сказал выше, продолжают изучать свидетелей и путаницу, и что это все может быть. Наука все еще терпит это, потому что они все еще находятся в сфере просвещения, где можно свести то, что известно, к тому, что известно науке. То, что проходит здесь, что невозможно идентифицировать, по определению лишено теории. И в 20-м столетии, я думаю, даже Эйнштейн утверждал это. Только то, что можно теоретически постичь, для чего существует теория, можно наблюдать. И это одна вещь, которую я бы назвал научным толкованием Эйнштейна, к которому на самом деле не следует сразу приступать. Потому что явления, для которых еще не существует теории, это то, что мы можем наблюдать. Будут сметены под стол. Они изначально ненаучны, и на самом деле вы не можете так говорить. Небольшие отклонения, а именно аномалии, все еще допускаются, и вы пытаетесь их исправить. Эти явления, которые происходят здесь, ограничены с точки зрения социологии и науки, теории науки и психологии науки. Так что, следуя научному канону правил, Мейнстриму становится легко отклонить этот вопрос. С чистой совестью. С чистой совестью, потому что в науке есть такой канон правил, который включает в себя, например, вещь должна быть воспроизводимой, она должна быть причинно связана. И если что-то отклоняется, как аномалия, это не должно быть слишком далеко от нормы. Значит, можно каким-то образом зафиксировать звездные орбиты, орбиты планет, которые нарушены, а затем обосновать. Может быть, должна быть какая-то другая планета, которая нарушает орбиту или что-то в этом роде. Это такие маленькие аномалии. При больших аномалиях, например, что такое сознание? Это большая аномалия, которая настолько не укладывается в рамки, что нет никакой теории по этому поводу. До 20 лет назад ученые вообще не решались на это, даже философы. Так что никто не знал, как это классифицировать, и многие говорили, что этого вообще не существует. Сознание это так выхолощено, это выдумка из средневековья. Сознание не существует, Искин сказал, у меня нет сознания, и пусть другие скажут мне, есть ли оно у них. Вы должны это доказать. Ну, но время немного изменилось. Я просто хочу привести это в качестве примера. Также интересен пример Безова Вильямин Хоффа. Возможно, некоторые из вас знают его, который занял 30 лет, где можно провести очевидный эксперимент. Где таким образом можно представить вещь химику? Мог положить лицо на стол. Это два разных химиката, я сейчас не буду говорить, как черт возьми, что это такое, они меняли цвет с темно-синего на темно-красный. С темно-синего на темно-красный каждые несколько секунд. И тогда ведущие ученые сказали, этого не существует, это чушь. А потом пришли люди и нарисовали им это. А потом мы поехали и не увидели этого. Этого не существует. И это продолжалось 30 лет, пока настоятельница, лауреат Нобелевской премии не объяснила почему. Ну, вы все знаете, да, мы всегда были такими, как вы могли видеть. Но это так, это так, это то, как работает наука. Я все это пропустил. Тогда, как я уже сказал, теоретически можно классифицировать явления, тогда явления должны происходить объективно. То есть феномен, который вы хотите исследовать, не может жить своей собственной жизнью. Возможно, что в сфере или чем-то подобном, внутри этого неопознанного летающего объекта сидит разум. И если вы знаете это правило и знаете его с самого начала, то вот явление, которое настолько далеко от нормального, что никто не может правильно его оценить. Но вы также должны подкреплять факты, и это тоже научно. Вы же привержены истине. Что вы делаете? И вот я сказал, что существует также галилеевская точка зрения на науку, а именно, что говорят, что явления важнее теории. И я тоже придерживаюсь этого мнения, но не в отличие от Эйнштейновской интерпретации. Но я больше не могу так поступать, не могу оставить это в стороне и сказать «да, теория определяет наблюдение». Нет, тогда я должен сказать, и кроме того, явления все же имеют вес, и тогда они не принадлежат, если их нельзя объяснить, вещам, не относящимся к наблюдению. Наука. Тогда их еще не приняли. Но фактичность можно исследовать с помощью научных методов. И так далее, в этой другой научной концепции вы все же можете изучать явления, зная об этом. В настоящее время это не входит в научную картину мира. Это проблема, с которой парапсихология сталкивается уже сто лет. Она всегда предлагает себя, а затем хочет стать научной, и переходит к квантовой теории, затем к парапсихологии, но отказывается от этого. Потому что она действительно хочет быть научной. Некоторые важные моменты, такие как математизация и левитация, именно тогда и возникают еще кучу других вещей. Сначала отклоните это, чтобы это было более правдоподобно. Так что это происходит за счет истины, и вы должны знать, что наука не основывается в первую очередь на истине. Она не стремится к этому. Она стремится к определенности, и в этом разница. Определенность это нечто, тогда у вас есть теория, вы можете ее контролировать. И поскольку, если что-то верно, а именно фактичность доказана, это произошло так или иначе, то неясно, что это может быть. В случае аномальных явлений, таких как шаровая молния, они живут рядом. Это правда, что существует феномен шаровой молнии, но это не наука, и это не так, мы еще не имеем представления о том, чем на самом деле является это явление. Но мы думаем, что уже подошли к этому. С этими НЛО все обстоит именно так. Они настолько отличаются от нормальных, что причинно-следственные связи не могут быть заполнены. Например, причинно-следственная связь. Если там есть разум, тогда вы должны обосновать, что разум, возможно, развился где-то в другом месте. Или что кто-то из будущего вернулся, или что-то в этом роде. Вот так. Так что приходится делать ужасно много промежуточных предположений, чтобы этого не произошло, и чтобы ученый, если он честен, сказал, «Я вообще не собираюсь этого делать». И потом он рад, что в науке есть такие придурки, скептики. Это может быть и простой торговец. Если они говорят, что я могу все это прояснить, то будьте счастливы, потому что вам не нужно заниматься этим вопросом. Тогда это дает дополнительное обоснование. Но если вы теперь немного любопытный ученый, и чувствуете себя немного приверженным истине, и можете себе это позволить, по крайней мере, они могут докопаться до истинных фактов. Затем вы идете дальше, и вы приходите к тому, что есть частные ученые, которые оторваны от мейнстрима, например, действительно работают в мейнстриме. Но в дополнение к этому работают под вымышленными именами или по интересам, а затем занимаются этими вещами. Мы тоже так думаем. Я хочу уточнить здесь, что об этих явлениях сообщают полиции, военной службе воздушного наблюдения, а военная служба воздушного наблюдения передает их в спецслужбы. А когда ситуация становится совсем критической, передает правительству. И правительство должно, и оно иногда это делало, должно связаться с научными институтами, поручить нам посмотреть, что это такое. Может быть они смогут прояснить ситуацию или нет, если она уже прошла через фильтр. И было именно это, сейчас идет вот это число. Было это исследование в России Академии наук, затем в США, мы вернемся к этому позже, и в США, мемориальным институтом Бартеля, который исследовал материалы Блуберга. Затем счетная комиссия снова провела анализ, и в результате этих многочисленных анализов, французы, конечно, тоже проводили исследования с гепардом, выяснилось, что если исключить все из многих тысяч наблюдений, если оставить только лучшие случаи, то они здесь, то есть в ванной. Институт Мемориал 434 случая, которые действительно являются государственными и классифицируются научными институтами, подобными этому как неопознанные. Тогда здесь Академия наук 457, из остальных 293, в 19, 179. Вот что интересно, в этом отчете Колората содержится 33 действительно хороших случаев. Шутка, лестничная шутка науки. Предисловие не имеет к делу никакого отношения. Кто бы не прочитал весь этот отчет, который в сущности составляет тысячу страниц, эта группа людей здесь, в Германии, взялась за то, чтобы снять сводку со счета как то есть предисловие к счету как аннотацию к отчету. Полная чушь, потому что счет сильно отличается от его авторов, его 35 авторов, которые тогда провели действительно хорошее исследование. И я разговаривал с философом Клейнвахтером, это студент Штёгмана в Мюнхене. Он сказал, что я прочитал это, да, он говорит, что в этом нет ничего такого, и никакого научного феномена вообще не существует. А потом я продолжил читать, и тогда это было интересно. Теперь я убежден, что это явление существует. Это означает, что предисловие нужно выбросить. Путешествие не имеет ничего общего с исследованием. Мы действительно можем процитировать и это, потому что там действительно описаны реальные вещи, связанные с НЛО. Я хотел бы вернуться к этому еще раз. Там снова описаны эти четыре расследования. 55 ВВС США говорят, ну хорошо, и так то, что мы только что имели, затем еще раз эти цифры. В сумме получается 1187 случаев, которые на самом деле представляют собой физические объекты, которые невозможно объяснить, а не какие-то фантазии, галлюцинации или что-то еще. Это вещи, которые были зарегистрированы, хорошие случаи. Кто утверждает, что НЛО может существовать или не существовать, тот не знает этих случаев, и его можно обвинить в том, что он не образован, потому что он этого не знает, знает об этих исследованиях, или он лжет, когда должен их знать. Большинство из них не знают этого, так что они просто не образованы. Они знают это публично. Странная вещь, и вот мы снова в научной психологии, в областях, которые запутаны, таких как, например, парапсихология или исследования НЛО. Их можно отбросить с помощью утверждения. И признанный ученый, который на самом деле основывает или укрепляет свою репутацию с помощью рассуждений, не нуждается здесь в обосновании. Ему просто нужно заявить о себе. Явление существует, и кроме того так далеко от этой звезды, что там никогда не может стоять, и всякую чушь, которая так утверждает, с этим мирится. Потому что в периферийных областях наук больше не нужно обосновывать. Странно, почему это происходит. Но это такой научный социологический феномен. Внезапно вы уходите от научности. Внезапно вы можете позволить себе это во время молитв на полях. Я не знаю почему, но именно так это и делается. И если вы ученые сейчас пытаетесь это сделать, возможно потому, что у кого-то из членов семьи есть такой опыт, или вы сами видели что-то подобное. Есть даже случаи, когда скептики видели серебряную тарелку и, конечно же, не знали, что с ней делать. И один скептик, но это было уже в 70-х годах, написал, да, теперь я знаю, в ВВС разработали такой объект, похожий на тарелку, и может снять гравитацию. Но это было в 70-е годы, до сих пор ничего не изменилось. Бедный дьявол, я не знаю, остался ли он еще скептиком. Так что вы даже не можете прочитать эти различные ссылки здесь. Итак, я записал здесь слушания, которые происходят, когда появляются отчеты и так далее. и сбор, отчеты, сбор, и что у меня там есть. И да, и совещание. Вам лучше прочитать это оттуда. Если там прокручивают этот материал, значит некоторые группы занимаются этим и обобщают это. Первыми были сотрудники ЦРУ в 1953-м, те, кто сказал, что-то есть, но людям не обязательно это знать. Тогда с этим феноменом можно вести себя глупо, можно притвориться, что идет волна НЛО, и тогда все это пройдет. Но тогда через эту панику или из-за паники, может быть, тогда вы сможете проникнуть в какие-нибудь еще не коммунистические страны или что-то в этом роде. Это действительно было разумно с политической точки зрения, действовать так, как вы делаете публично, в этом нет ничего плохого. Прежде всего потому, что вы не знали и до сих пор не знаете, враждебно это или не враждебно. И когда вы выходите на публику и говорите, что есть НЛО, первое, что спрашивает общественность, это что они нам делают, или они нам ничего не делают. А затем они говорят, что они еще ничего не сделали. Да разве они не будут делать этого и в будущем? Мы не знаем этого. Никто не должен говорить об этом. Значит нужно делать, у вас все под контролем и все такое. Это уже понятно, что об НЛО ничего не говорят, во всяком случае с политической стороны, с военной. Тогда это было. Что это там такое? Что я тогда там написал? О, тогда я написал Бостон 19-169. Это Джак Карл Карл Саган, хотя и был скептиком, сказал после публикации доклада, что надо бы еще раз обсудить это с учеными. Он ведь знал разных людей, которые собирали материал, потому что ходили слухи, что в этом феномене нет ничего особенного. Все прочитали предисловие не более того. И в этом нет ничего особенного. А потом была научная дискуссия, так впоследствии была названа книга, и это заслуга Карла Сагана в том, что он снова собрал ученых. Он все еще оставался скептиком. Когда вы читаете его статьи, вы понимаете, но он не был информирован. То есть материал здесь, конечно, он не читал, но на самом деле скорее судил по ощущениям. Но, по крайней мере, тогда это дошло до этой встречи. Тогда в ООН было слушание в 1978-м. О боже, да, у меня есть еще такая маленькая фотография, я просто мельком взгляну на нее и пойду дальше. Вы только посмотрите, кто это сделал, гири из карликового государства Гренада, то есть гири, и вы увидите здесь Хайдека, Жака Валета и Монета, который был пилотом вертолета. Это ни к чему не привело. Уолтем тоже сказал, да, мы ничего не можем заплатить. Так что если это произойдет, если произойдет это явление, тогда вам придется отправиться в свои собственные страны и, возможно, заплатить им. Это было широко объявлено в прессе, но из этого ничего не вышло. А затем были эти другие слушания, например, в Палате Лордов 69 также обсуждались за и против, из этого ничего не вышло. В Нью-Йорке в 1997 у нас была Рокфеллеровская конференция. Там была просто рекомендация, что если у вас есть деньги, вам, возможно, лучше изучить это. Но скептически настроенные профессора, присутствовавшие при этом, сочли, что это так же глупо, как и самые глупые скептики. Поэтому, когда вы читаете лекцию и вам что-то показывают, а потом они приходят с такими глупыми вопросами, вы ничего не понимаете. Он же человек образованный, как он может задавать такие глупые вопросы? Но, как я уже сказал, здесь все разрешено. Это пограничная область, там можно быть как угодно глупым, и мейнстрим по-прежнему воспринимает это всерьез. Потому что над такой ерундой, как Руфус, и некоторыми обычными вещами, можно просто посмеяться, можно быть настолько глупым, насколько тебе нравится. И да, комета тоже ничего не сделала. Вы же знаете, это были различные французские офицеры, которые писали правительству, к чему мы должны быть готовы. И мы также должны пойти вместе с американцами, потому что это явление все еще существует. Тогда я не уточнил это сейчас, но я упомянул об этом в двух словах. Тогда бельгиец, я не знаю, как его звали, премьер-министр. Также обратился в Европейский Союз с вопросом, кто же все-таки воздушное пространство над Бельгией постоянно нарушается. Когда это было? 19-190. Это было? 19-189. А потом вы посмотрели на самого известного физика в Тулиаречче, который иногда мотается по Европе из Министерства обороны в Министерство обороны. И иногда смотрит, есть ли там что-нибудь, что можно увидеть и о чем можно сообщить. А потом он вернулся домой или в Страсбург и сказал, да, это явление существует. Он предлагает исследовать его на европейской основе. А потом это было в то время, когда исполнилось 19-92, он подал 13 петиций. Между тем в Бельгии было другое правительство, и они внезапно перестали выступать за расследование этого дела. А потом они отказались, потому что тогда разразилась война в Косово. Смирился и сказал, что если наука не будет заниматься тем, что интересует население, то может случиться так, что вы перестанете воспринимать ученых всерьез. И тогда группы начнут создавать своих собственных ученых Уолта Диснея. Стреляйте, так сказать, а потом идите за ними. И это гораздо большая опасность, чем та, которая исходит от этих объектов. Но опять же, ничего из этого не вышло. Поэтому я довольно скептически отношусь ко всему этому более развитому. Здесь у меня есть еще кое-что. Я снова включу его, как я уже сказал. Это было объявление с Рокфеллеровской конференции, что, как говорят исследования, отнюдь не нелепы, а необходимы. И если страх перед нелепостью преодолен, то вам все же следует бороться. Но здесь я нарисовал, вот почему я нарисовал все это, я нарисовал, что должно произойти, чтобы это явление получило признание со стороны руководящего слоя общества. Или чтобы правительство дало поручение, чтобы это явление было признано. Основная наука изучает этот вопрос. Она поступила бы так тогда, когда были бы приняты к сведению необъяснимые вещи, когда были бы приняты к сведению работы отдельных частных групп, когда поступало бы много отчетов. и тогда она могла бы снабжать научные коллекции и так далее, а также прессу и телевидение. И тогда интерес к этой модели исходит от населения, и это подкрепляется наукой и предполагает, что здесь, в этой модели, вы получите много интересных отчетов. И там, в Соединенных Штатах, экзополитика сейчас собирает лучших свидетелей, которые могли бы сделать что-то подобное, и это заставило бы правительство переосмыслить ситуацию. Я не уверен в этом. Я уже рисовал это раньше. То, что вы делаете, это то, что наука также участвует в этих частных исследованиях, которые сейчас все еще остаются частными, например, в Никап, Апрельских, Супер Смудениц, Саборбс и Сосайти Фор будут проведены научные исследования, так что вам это известно. Я не уверен, что это удастся, основываясь на опыте, а именно на опыте этих различных слушаний, которые ничего не дали. Я полагаю, что это явление только начинает обсуждаться должным образом. Так что сейчас это просто такое впечатление, это не обязательно, но это мое предположение, что сначала должны произойти недружественные действия со стороны этих объектов. Они либо приземлятся сами по себе, либо дадут о себе знать. Они не будут этого делать в соответствии с нашим опытом. Но недружественные действия, которые у нас были много раз, и это может продолжаться. Значит, если такой большой самолет с экипажем из двухсот человек не был сбит, а разбился в результате тарана или чего-то еще, то возможно это дело рук спецслужб. Или если такой объект использует некие радары или что-то в этом роде, то есть действительно военные недружественные действия, то это дело рук спецслужб, правительства, чтобы контролировать ситуацию. Наука, и тогда она вынуждена, потому что есть деньги от правительства начать действовать. В таком случае, я думаю, вся эта публика собирается. Получается, что вы информируете общественность об этом явлении. Раньше я так не думал. Ну, я тоже записал это, чтобы показать, что мы все можем, что мы все можем сделать. Вам не обязательно быть ученым, чтобы заниматься этим явлением. Вам просто нужно, когда вы занимаетесь этим, попытаться применить научный метод. Мейнстрим, конечно, сейчас не будет обращать внимание на научные работы. Может быть, они станут скучнее, но в какой-то момент он обратится ко всему материалу. Но что вы можете сделать, так это провести это совещание, проверить отчеты. Поэтому я всегда говорю, что этот фильтр уже был, он уже прошел. Это не наука. Так что это часть предпосылки, что вы не просто все еще имеете дело с неопознанными вещами и не все еще проводите исследования, тогда, возможно, это был воздушный шар. Я не это имею в виду сейчас. Это тоже не наука. Это предварительный этап, просто часть этого. Нет, но то, что происходит потом, здесь можно сделать многое, и главное сначала прочитать как можно больше, прочитать, что происходит в другом месте, как вы можете объединить это. какие есть сходства, совпадения или что-то в этом роде. Здесь предстоит проделать большую работу, и вам не нужно быть специалистом в какой-либо области, ни в физике, ни в медицине, чтобы принять в ней участие. Например, есть эти 3500. Направление пилота, затем эти 4000. Сборники, все это можно почерпнуть из литературы, затем эти 150 тысяч. НЛО в строгом смысле, в отличие от 11 и 187 обнаруженных государством, которые действительно существуют сейчас. Вы не можете опуститься ниже этого. Мы всегда должны помнить об этом. Есть и такие, которые изучаются очень солидными институтами, в конце концов, в 150 тысяч. Необъяснимые случаи, и это только десятая часть того, что все знают, каждый исследователь знает, из того, что действительно наблюдается. Так что это действительно исчисляется миллионами. Но что нужно знать, это была бы самая важная литература, которую нужно знать, а их не так уж и много. Мы все это просмотрели, и, конечно, прежде всего должны сообщить нашим молодым коллегам, что, по нашему мнению, на самом деле необходимо учитывать, когда вы занимаетесь научной работой. Или если человек не занимается научной работой, то ему тоже важно указать на это. И вот у меня есть список, который будет заполнен многими сотнями источников в этом новом отчете, который скоро будет опубликован 12-ю перевозчиками. Это научные журналы, научные журналы, которые действительно существуют, и это журнал исследований ЮФУ. Это стандартный научный журнал. Там публикуются только профессиональные ученые. В журнале научных исследований есть несколько хороших статей. Это журнал по аномалистике, и в нем также освещаются паранормальные явления. Тогда. И в нем есть наблюдение НЛО, посадка и столкновение. Да, общие исследования. Приводятся основные общие журналы. Тогда у нас есть некоторые секретные документы. Это тоже важные документы, которые следует принять к сведению. Междисциплинарные научные исследования, да, что это такое и что вы должны знать об истории наблюдений НЛО. Энциклопедия, это важно. Если у вас есть хорошая энциклопедия, и я считаю, что это отличная энциклопедия Кларка, Джерома Кларка. Это три таких больших тома по всевозможным случаям, которые можно собрать к середине 86-го года, 86, я думаю, собрал там. И по каждому термину Кеннет Арнольд, например, в них есть статьи за и против, даже с очень, очень большим списком литературы. Это энциклопедия, затем журнал научных исследований, несколько книг, то есть книги Хайнака, Джей Кобса, но возможно прежде всего Ричарда Холла и именно Кларка. Это самое важное, это краеугольный камень. Дело в том, что вы не можете изучать исследования НЛО. Я думаю, есть несколько сумасшедших университетов, где вы можете все, там вы тоже можете изучать НЛО, но вы не можете зарабатывать на этом деньги. Значит, ученый не может изучать НЛО, он должен заниматься этим на стороне, и тогда, исходя из его образования, он всегда может это сделать. Просто так сходи. Иначе и быть не может. Бывают такие исключения. Социологи, может быть, и могут так поступать в своей области, но социологи не приходят к пониманию феномена НЛО, а могут описать его через социальную среду. Это, конечно, не исследование НЛО, но все это происходит в преддверии. Но да, так оно и есть. Я просто хотел показать вам несколько таких снимков. Я бы тоже сделал это быстро, мы ведь хотим показать что-то еще более интересное. Здесь я просто намекну. Это уголок моей библиотеки, и там можно увидеть половину книг по НЛО, двойное царство, конечно. В этой серии есть случаи в Германии, которые мы не можем объяснить. Случаи, которые мы смогли прояснить, находятся в этой папке. Несмотря на это, мы всегда публично заявляем, что 90% можно прояснить. Это неправда. Это просто вопрос каталогизации. Затем вы записываете то, что легко объяснить, и заносите это в протоколы, как это делают десятки. Тогда вы получаете это наоборот, потому что тогда вы почти ничего не получаете. Но очень много, я всегда говорю, золота, и очень много гравия и песка, которые нужно убрать. С ними все обстоит именно так. С нами все по-другому, и они всегда удивляются, когда делают вид, что у них просто дела с НЛО. Да, все остальное вы уже воспринимаете по телефону, вы же знаете, вы уже можете прояснить, вы вообще не обращаете на это внимания. Но ребята всегда работают с такой статистикой и говорят, что да, 90% вы можете прояснить. Давайте оставим это и не будем говорить о том, сколько вы можете прояснить. Конечно, мы это знаем и все такое. Это вообще не входит в список. Только то, что мы соберем потом, мало что может прояснить. Это забавное совпадение. Тогда там наверху это коллекция, я уже указываю это здесь. Из этих 12 папок с документами несколько тысяч, может быть 10 тысяч. Я хочу показать вам кое-что из радиолокационных журналов. Большинство книг об НЛО не так интересны. Гораздо интереснее журналы, где сообщается о случаях. Так что обзор летающей тарелки раньше был довольно хорошим. Тогда, конечно, наш журнал движения, журнал Sufus NLO, были хорошими и рекомендуемыми. Я только что еще раз показал книги, из которых изъято 11 сотен 87 дел. Это краткие обзоры этого года Академии наук СССР. Это о 443 наблюдениях НЛО, проведенных институтом Бартельмори. Ну а там внизу и Парди, и это знаменитая книга клиентов. Научные журналы, которые я назвал, вот эти, этот журнал молодежных исследований, а затем вот этот журнал научных исследований. Раньше он выглядел иначе, чем здесь, с обратной стороны. Ну, это снова то же самое. Я хочу. Так что я просто оставлю это сейчас, иначе у нас не будет времени. Просто чтобы вы увидели, что там внутри. Это научные отчеты, например, об НЛО. Давайте возьмем что-нибудь, например, документы о похищении, или я возьму Балерта, потому что самое главное, когда вы занимаетесь исследованиями НЛО, вы должны знать все книги об этом, потому что это из области знаний. Так вот, гипноз, похищение НЛО, фольклорные аспекты, НЛО, ложные воспоминания и все такое. Так что просто намекните на это. Это научная литература по НЛО. Возможно, это еще раз. Да, я сделал это только потому, что там есть анализ и нашего дела. То есть анализ дела Рудиногоры. Некоторые скептики тоже так быстро пришли к выводу, что это колпак, который на самом деле, конечно, имел совершенно иную форму, чем круглый, и вот это проанализировано на 40 страницах. Я имею в виду, что есть люди, которые говорят, что мы, конечно, легко держимся за колпак, вам это не нужно. Ну, нет, я больше не хочу это демонстрировать. Вклады в НЛО Это вклады из журнала научных исследований. Кто не знает, но вы видите здесь имена исследователей НЛО, которые всплывают снова и снова. Это касается Розуэлла, анатомии мифа, так что это уже критично. Да, мог бы. Ах да, просто покажите это еще раз. У нас есть, например, Брюс Макаби, у него есть анализ, который нам понадобится позже. Один это был случай с радаром, который я также представил там, в Нью-Йорке, и где один из профессоров, знающих радар, профессор Шельман, сказал, о, это превышение дальности, инверсионные слои, и все это можно объяснить. Тогда я сказал, человек, я не могу исследовать каждый отдельный случай так подробно, но мы сделаем один пример, и это то, что было здесь. Он спросил, не хочу ли я принять участие, и сказал нет, они выставляют счет, и я не собираюсь сдаваться, выключен. Это то, что принес Макаби. Но это как раз один из тех случаев, которые я хочу показать вам позже, и в нем говорится, что это не так. Это именно то, что думают скептики. Это не то, что сейчас можно объяснить. И вот как выглядят научные, не научные, а общепризнанные журналы. Раньше такие были. Ну, это просто побережье, теперь у меня его больше нет. этот международный репортер по НЛО очень хорош, теперь это ваш, теперь, например, в этом формате. Тогда очень важен обзор Flying Source, потому что там есть обмен мнениями за и против и все такое прочее. Там есть истории болезни об интересных вещах. Обзор Flying Source выглядит вот так. Я просто хочу намекнуть на это, иначе мы слишком задержимся. Возможно, лучший французский журнал это Donne Nui, а лучший бельгийский InfosBas. Ну, еще один французский журнал. К сожалению, я плохо говорю по-французски, так что вы не сможете удержаться. У меня тоже есть ваши материалы, но это занимает бесконечно много времени, пока вы их прочитаете. У меня тоже все хорошо с русским языком, я выучил один раз и снова забыл. Да, тогда у меня есть другие вещи, которые я не хочу вам показывать. А теперь давайте продолжим. О, да, я хотел бы показать вам это в этих научных работах, потому что там также упоминается наша муфонная дорожка, эта штука. Это одна из важнейших книг. Эта вещь была положена на стол 19-164 всем конгрессменам. Это тоже ничего не дало. Так что убедить людей в этом феномене непростая задача. Это разные другие важные материалы. Вот как выглядят последние материалы симпозиума по НЛО проведенного Мафон. Логотип теперь тоже выглядит иначе чем раньше. Ну и за эту книгу от Мафон мне пришлось заплатить 50 евро на Amazon, чтобы потом снова достать свою собственную книгу. Другая уже была испорчена. Так что эта литература уже немного подорожала. Это был такой взгляд на литературу и демонстрация того, что вы могли бы сделать, если бы вы не были специально обученным ученым. Или если бы вы были ученым, и все же хотели продолжать работать над этим вопросом. Вы можете просто провести статистическую работу, вы можете определить состав свидетелей, продолжительность, как и объект. Я думаю, что это недостаточно остро. Не так ли? О, это возможно. Давайте посмотрим, что у нас получится. Так что эти вещи может делать каждый, если у него есть литература, он может вести эту статистику. Или я сейчас остановлюсь только на одном, не на случае, а на таком событии, а именно в долине Хетценвилле. Да, от 19082 до 995 тысяч человек видели объекты в основном треугольной формы. И 7231 человек были опрошены лично. И следовательно там были разные типы. Так вот это то, что представляет собой компиляцию C1, то есть Close Encounter, что там, где эти объекты просто приближаются друг к другу, а затем они приближаются друг к другу. Было, конечно, большинство. Но были и случаи похищения, 90 из них. И когда это произошло, там внизу. Я не хочу вдаваться в подробности, так что 21 час между 31 и 22 часами большинство объектов было замечено. Что бы вы ни сделали, то есть то, что я нашел очень интересным, вы можете сделать, другие тоже могут счесть это интересно. Из 7046 опрошенных человек, 17 процентов все же утверждают, что объект внезапно исчез. значит это примерно 700 человек. Или если вы все еще смотрите на это, или он внезапно съежился на глазах. То есть что-то, если вы не принимаете этого внимания, то вы подходите к совершенно фантастическому теоретическому подходу. Там говорят, что это возможно искусственный объект, работающий на МГД. Это явление НЛО не так просто, как мы себе представляли раньше. Это слишком антропоморфно. Раньше, то есть 40 лет назад, мы всегда думали, что это такая тарелка, у нее есть особый привод, может быть гравитационный, но когда это наблюдается, и это происходит со многими сотнями, многими сотнями людей, это просто исчезает в небытие. Тогда вам нужно снова немного подумать, и тогда я найду, что вам следует сделать, это действительно рабочая программа. Если у вас есть фотографии или даже изображение этих явлений, вы должны попробовать, где один и тот же объект был замечен снова. В случае с простыми тарелками или шариками, это просто отвратительно. Я имею в виду не это, а особые формы, такие, например, как вот это, это Ричард Хейнс и Нагора, и это один из нас. И он запустил через программу NASA 12 фотографий, которые определяют форму. И вот это выглядит именно так. И мы не видели этого нигде в прессе до 2008 года. Кто-то позвонил из Геттингена и сказал «Да, этот объект я уже видел в 1999 сказал, что это похоже на гитарный медиатор». И там снова есть изображение на горы. И потом иметь такое, что происходит в двух разных местах в два разных времени, когда ни один из них не знает другого и не видит его, когда вы узнаете что-то подобное. Я думаю, это всегда интересно, и тогда вы можете спросить, где это вещество так долго оставалось в воздухе. Между тем, да, это то, что у нас есть. Я просто покажу вам это еще раз, потому что это снова страница из нашего нового отчета. Этому отчету 12, двигайтесь и докладывайте. Вот так мы всегда все излагаем, а потом, как и здесь, ссылаемся на Хейнса, идущего пешком с Зетом. Ну, так вы все равно найдете ошибки после факта. В этой долине Хетценвилле, где были эти 7000 наблюдений, однажды был обнаружен такой объект Ризис, длиной в 100 метров оттуда и оттуда. И что интересно, 9 лет спустя в Магдебурге то же самое видели 15 человек, и они говорят, что их было от 200 до 500 метров, которые там наверху говорят 200-300 метров в длину, но если вы посмотрите внимательно, то на самом деле это одно и то же, наблюдаемое с разных точек зрения. Это действительно очень интересно, это то, что вы можете сделать с дротиком. Еще один пример, у нас был профессор Челилов, это наш исследователь землетрясений, который сделал снимок объекта в Баку. И он затем с помощью компьютерных вычислений, он вывел форму, которая выглядит так, как если бы это был дротик, выглядели. Тут мы вспомнили, что на самом деле в наших данных был такой объект, сфера, которая затем сопровождалась таким четырехугольником, а затем вот такой коробкой. Это безумие, это же не НЛО или что? Потому что у вас всегда есть представление о том, как должен выглядеть такой НЛО. Нет, какая-то форма, которую вы просто не можете объяснить. И это значит там тоже видно. Вот как одно явление доказывает другое или соответственно подтверждает это. Еще один пример, двое полицейских сделали 10 выстрелов в Коста-Рике. Это было в 1992 году. Плохо видно, опять свет. Но то же самое, что описано Барни и Бетти Хилл. огромное окно как то, что там впереди, и два фонаря как там, и следовательно там есть огни. Это Барни или Бетти, то есть один из них тоже описал это, и это тот другой с Бетти Хилл, да. И тогда это произошло в Магдебурге. Тогда, когда это было. 19 190, 991, я не знаю, где это написано. И вот это нарисовала женщина, которой было 75 лет. Даже огромное окно за ним почему-то изображало таких же людей, как тот, которого нарисовал Барни Хилл. Два фонаря и все такое. Но вы понимаете, что я имею в виду. Эти явления по телевизору показывают не так, как НЛО. Там показывают только эти тарелки и другие модели. Но вот это, если это происходит по-другому, то это еще раз доказывает друг другу. И вот еще одна вещь, тогда давайте оставим это. Мы когда-то получали такое видео, на котором были показаны сумасшедшие вещи. То есть какая-то форма, которая всегда менялась, и между ними всегда появлялись огни. Два свидетеля в Дуйсбурге сказали, что это было примерно в 20 ярдах. Когда это видели, снимали, это было немного дальше. Здесь всегда были огни. Так что я снимал это с экрана, это было не очень хорошо. Но на YouTube вы найдете то же видели в Испании. Но я больше не знаю этого места. Я просто собрал это прямо сейчас, поэтому мне не хватает этой информации о месте. Это было 26 числа. Август 2008 года, и это очень интересно, когда видишь, как там меняется форма и появляются огни. Значит они ничего не знают об испанцах, ничего о том, что их видели в Дуйсбурге. Так что это было бы интересно, всегда так смотреть, что можно сделать. Однако так что если вы не ученый и все же. Так что я сейчас это увидел. Первая ассоциация, которая у меня возникла, была бы такая связка из этого воздушного шара в парке аттракционов. Тоже огни. Это они тоже сказали, что это что-то в этом роде. огни не являются отражениями. Если это огни. Что касается другого материала в Дуйсбурге, это действительно были огни. Это было в 19 часов, а там их нет. Солнца больше не было, оно не отражалось. И тогда вы сможете увидеть, не должно ли оно быть таким же. Хорошо, но это просто такая модель. Так вот, я хотел показать некоторые сходства. Возможно это можно объяснить, но со свидетелями. Вы не можете так рассуждать издалека, это конечно ясно. Но что касается собственной исследований НЛО, то для этого нужны специалисты, должным образом обученные математике, физике, химии, медицине и биологии. И тогда вы всегда должны стоять в стороне от человека, который принадлежит к другим дисциплинам, и например слушать других, как они это делают, сказал он. Например математик, которого спрашивают об этом скоплении точек зрения во Франции в 1954. Если предположить, что на самом деле, если явление не является реальным, то следовало бы ожидать, что в тот день кто-то что-то сообщит, а кто-то что-то увидит. То есть совершенно рассеянно что-то увидит. тогда математики согласились взять небольшой коридор, например, здесь. Здесь это еще раз обозначено, затем это показано отрезками окружности вот так. Во всяком случае можно сказать, что мы смотрим только на то, что должно было бы находиться в этом небольшом отрезке. Один десятичный пять градусов относительно всего окружающего пространства здесь, то есть тогда, когда наблюдения статистически распределены. И это определяется таким биномиальным распределением, то есть таким биномиальным распределением. Если предположить, что из пяти наблюдаемых точек пять находится на этой прямой, то вероятность того, что это произойдет случайно, составляет примерно десять максимум минус шесть, так что все же очень маловероятно. Но если предположить, что это шесть точек, одна, две, три, четыре, пять, шесть, то вероятность того, что это произойдет случайно, составляет максимум минус восемь, что совершенно маловероятно. Вот как вы можете использовать математику. Просто в качестве примера, тогда биолог, где математику снова приходится оставаться в стороне, например, сделал, как показал Симаков, анализ почвы Просто разделил всю эту площадь или область по предметам как шахматную доску и сделал из каждой из этих маленьких, я взял образцы почвы из районов и выкопал их А затем показал здесь, ну, я не хочу вдаваться в подробности, и затем обнаружил в девяти местах, в местах посадки Что по определенной схеме, которая также является спиральной Почвенные бактерии больше не существуют, даже 10 лет спустя, хотя это невозможно увидеть и измерить, ни по радиации, ни по полям, ничего Ничто их не отличает, и все же там осталось что-то, что мешало существованию живых существ Или если вы сейчас исследуете этот участок Земли, вам нужен химик Это было в Дельфосе в 1971 году, где такой объект находился на высоте 60 сантиметров над землей, а затем здесь был такой отпечаток Возможно он рассказывает, вы знаете об этом немного подробнее, поэтому очевидно просто намекните, что это был свидетель За ним пришли только его родители, которые также видели, как он улетал Но важно то, что Земля осветилась, и свидетели потом Это было записано позже, вот видите, на этой территории, на краю, ничего не растет, в то время как в окрестностях, прилегающих к ней, все еще есть ему 6 Это нужно было прояснить, потому что свидетели прикоснулись к этому, и внезапно у меня возникло такое анестезирующее ощущение, такое онемение Я сначала подумал, что у нас слишком низкая температура, все еще может быть они не справились с этим, но потом нужно объяснить, и там просто химик спросил Так как все остальные должны снова оставаться снаружи, как происходит, например, отталкивание воды Как происходит это обезболивание, как возникают эффекты Какие молекулы это делают, и как происходит хемалюминесценция И теперь вы должны посмотреть, какие молекулы делают это, которые обладают всеми этими тремя свойствами Это просто намек, просто демонстрация того, что другие непрофессиональные химики ничего не могут сказать по этому поводу Но вам нужны такие люди, и вы видите, что, конечно, вам нужно междисциплинарное исследование Опять же, биолог не может себе представить, как происходят такие явления К сожалению, не в Германии, но это нужно искать по всему миру, и именно эти физические взаимодействия в последнее время стали очень тонкими А почему тогда здесь такое явление ветра или здесь? Почему там что-то может светиться, а под ним снова возникает такое усиленное свечение? Значит, опять физики И чтобы привести такой пример, что вы можете продвинуться немного дальше только как физик-теоретик, я покажу вам это наблюдение Которое было сделано уже 74 раза в Ломе, в того, Западная Африка, там сидела пара и увидела, что там такие горы волн Они стояли там, они не разбегались Это то, что вы могли бы предположить, увидев такой моментальный снимок Нет, они стояли вот так То есть его, очевидно, все время толкали по воде, снова поднимали, толкали, поднимали Так что это похоже на то, что вы должны принять эту модель Да, и физик-теоретик, наш профессор Орбах, не хотел объяснять, что такое распределение поля возникает, когда вы хотите создать искусственную гравитацию И вы делаете это с помощью двух магнитов, вращающихся в противоположных направлениях Тогда действительно существует это странное распределение полей, и это то, что примерно соответствует другому распределению Только изображения, конечно, нарисованы в масштабе Сначала долины волн, а затем снова горы волн Вот как можно было бы объяснить устройство диска Теперь просто в качестве намека на то, почему на самом деле и что на самом деле ученые могут и должны измерить Тогда, например, у вас есть что-то еще Теперь это был именно гравитационный эффект Теперь мы обнаружили, что эти объекты также имеют очень сильные магнитные поля Да, почему это? Опять же, химик может говорить более трезво, но если вы знаете здесь через геомагнитную станцию, что на месте объекта это вот те геомагнитные станции во Франции, которые... Тогда где эта штука? Так это ром, не так ли? Да, те, кто находился на расстоянии не менее 43 километров, а затем еще дальше, кто улавливал это дипольное излучение, которые... Затем они были показаны на пиках, и теперь, то есть люди, которые измеряли это, затем пришли к выводу, какова была напряженность магнитного поля в этом месте А затем пришли к выводу, что миллион гаусс, то есть на миллион мощнее магнитного поля Земли, или 50 Тесла, как сегодня говорят об этом А теперь вы это объясните, и тогда большинство, конечно, встанет и скажет Я удивляюсь, дорогой Глоббингс, этого вообще не существует Как вы собираетесь поднять магнитное поле так высоко? И затем, если вы примете определенную теорию, что в очень-очень сильном магнитном поле, вращающееся кольцо внезапно испытывает такую силу вверх И тогда вы можете объяснить, что вы можете получить по меньшей мере 100 тысяч Гауссу или миллиону нужно, чтобы этот эффект вообще можно было измерить Тогда можно было бы снова подтвердить это наблюдение НЛО 8 Почему вы никогда не измеряли это, становится ясно, когда вы видите, насколько плотно линейным является этот эффект Это называется в... Сколько их здесь? В 20 тысяч Зеваки, это такая штука, которую можно хорошо произвести, и она доходит до 200 тысяч До 300 тысяч Граусс, на этом все заканчивается Вы больше не можете этого делать Эти 300 тысяч Они нужны для ускорителей элементарных частиц Так что до тех пор, пока они не покраснеют Вы можете создать это прямо сейчас Но там эффект Ньютоны, сила действующая вверх, настолько мала 10 минус 5, 10 минус 2 Вот это как раз и обнаруживается Но здесь, наверху, где вы находитесь в тоне, вам уже нужен этот миллион зевак Но тогда у вас и так уже есть тонна стремлений И теперь у нас возникает вопрос Какой, когда вы проводите этот эксперимент и когда вы его регистрируете В настоящее время вы в США впервые наблюдаете этот эффект именно в этой области Как только он будет обнаружен, вы сможете двигаться дальше Я просто хотел показать, что это указывает направление плюс, где наука действительно должна развиваться и где еще многое предстоит сделать Это то, что нам нужно Вы не можете решить все это в одиночку Теперь я все еще здесь для этого Это не имеет значения, так что мы спасаем себя Теперь я перехожу к более интересным вещам Я бы сказал, что исследование НЛО сводится к необходимости сотрудничества с математиками, химиками, биологами, физиками и радиолокаторами, с авиационными техниками Но как вы понимаете, когда мы изучаем НЛО, мы должны сотрудничать с математиками, химиками, биологами, физиками и радиолокаторами Но как вы понимаете, когда мы изучаем НЛО, мы должны работать вместе с математиками, химиками, биологами, с физиками, с радиолокаторами, с авиатехниками, я перечисляю это, астрономы остаются в стороне Но самое смешное, что большинство людей думают, что астрономы, которые отвечают за это исследование НЛО, не имеют к этому никакого отношения Возможно, они заранее выяснят, НЛО это или нет, но когда эти штуки появятся, когда вы придете и посмотрите на физические взаимодействия, астроном больше не будет востребован Это шутка, потому что астрономы чувствуют себя компетентными, как Леша, например, в том, что об НЛО нужно информировать население Заранее можно сказать, что это не так, но он не имеет к этому явлению никакого отношения Я хочу показать вам еще кое-что, не прерывая этого Я хочу перейти к радиолокационным данным и сначала в общих чертах показать вам кое-что, что вы должны знать Объекты есть и всегда были видны на радарах, и именно отсюда происходит термин НЛО, это действительно военные, как я уже говорил И радиолокационные и визуальные наблюдения являются самыми важными из всех, независимо от того, снимаются ли они с борта радара, или с земли, или с борта машины А затем, когда с земли или с самолета все еще наблюдаются визуально, это становится еще более интересным и подтверждающим Но вам нужно немного знать, как все это выглядит Раньше это было в 79-м, мы иногда получали данные, целые фильмы, снятые в аэропорту Мюнхена И это было такое первичное радиолокационное изображение, где вы видите отдельные сигналы транспондера, то есть сигналы, где самолет регистрируется передатчиком И указывается его высота, и конечно же идентификация Вы же видите, куда он летит Каждые несколько секунд, в зависимости от того, как быстро радар поворачивался и обегал эту область, появлялась точка, и тогда вы могли правильно отслеживать траекторию с этой точки То, что было видно здесь, это стаи птиц, и они настолько сильны и становятся намного, намного сильнее здесь, что таким образом эта область была скрыта Это отражение Альпы, и там есть вертолет, который поднимается в Айхштетте Это облака здесь Ну так вот, вы должны это немного знать Но сейчас так много изменилось, что с помощью компьютеров и различных радиолокационных станций вы получаете совершенно другие снимки Вот, например, как вы можете получить такую картинку сегодня, посмотрите на этот обзор Я всегда должен подниматься наверх И вы можете нарисовать там отдельные атомные электростанции Вы же видите, что здесь есть Чехия, Швейцария, Верхняя Италия, но также и Южная Германия Тогда вы можете последовательно добавлять следы через идентифицируемые объекты, неопознаваемые объекты Да, я просто хочу сказать вам это, если вы просто посмотрите, как это выглядит Если в течение дня, а это я думаю всего полчаса, да, с 11.30 до 12 часов, вы видите обычные авиалинии То они где-то начинаются, где сейчас находится самолет, а потом мы добрались туда за полчаса И вот вы видите, каждые 10 секунд появляется такая точка Каждую минуту появляется такой флажок То, что пролетает над Швейцарией синего цвета, а то, что не пролетает, черного Так что если днем вы будете искать НЛО, то есть странные следы, вы можете быть уверены, что это не так И там диспетчер, у которого у нас есть эти материалы, сказал, что он наблюдает за следами только ночью, и тогда в пути гораздо меньше самолетов Вы тоже это видите Здесь что-то происходит, и это снова идентифицируемые объекты Это снова синий, потому что он пролетает над Швейцарией Так что если у вас есть такая четкая картинка, то вы можете ожидать, что там можно многое найти Но это было в представлении более получаса Если вы сделаете моментальный снимок, то сможете посмотреть на это изображение И здесь видны военные машины Не опознанные или еще не идентифицированные, здесь написано синим цветом, а опознанные гражданские – желтым Ну, вы должны разобраться в этом, но это еще не так интересно Но я просто хочу показать вам, какие у вас есть варианты представления Тогда я хочу показать вам, как выглядит, например, воздушный шар Воздушный шар, который летит здесь долго, не имеет такой красивой линии, потому что иногда он отражает, иногда он не отражает Все идентифицируемые следы исчезли, те, которые не идентифицируются, все еще там И вот видите, здесь все еще есть несколько, как вы говорите, таких радарных ангелов, которые появляются всего несколько раз А затем снова исчезают из-за ионизированного воздуха или из-за турбулентности Что-то вроде этого показывается, и вы не обнаруживаете никаких следов Это такой воздушный шар, который так медленно дергается Тогда вы можете обнаружить, например, такие превышения Их также необходимо скрыть, если, например, погодная ситуация такова, что инверсионные слои, что горы, все из которых видны на высоте более 11 сотен метров в Швейцарии Вот здесь, внезапно вызывают эхо-сигнал радара Делать Тогда это имеет значение У вас всегда включена индикация движущейся цели, то есть это условия, при котором отображаются только движущиеся объекты Иначе с определенной скоростью, скажем, 50 км в час, чтобы вы не заметили никаких других движущихся объектов Но при инверсионных слоях, как при воздушном затишье с горячим воздухом, вершины начинают колебаться, горные вершины Дион И тогда система думает, ага, это движется И тогда эти объекты отображаются, и тогда это выглядит так безумно Так что это не так Это так и есть Я еще не показывал вам НЛО сейчас И опять же, это еще не просто увидеть такие разные типы самолетов Это такой сверхлегкий самолет, который делает такие маленькие, делает такие крутые виражи, а затем летит высоко Похоже в любом случае, что он может летать на таких плотных телах Вы тоже можете различить У них обычно нет транспондера, а затем они появляются как изначально неопознанные и передаются с помощью этого военного радара А затем появляются совершенно разные эхо-сигналы, и вы также должны уметь их объяснять Теперь это относится к Ким Зее, так что это не имеет никакого отношения к НЛО Но вот эти вещи, например, эти эхо-сигналы появляются снова и снова, и такой опытный специалист по радарам знает, что там есть заводы Там сбрасывают какой-то шлак И тогда в атмосфере скапливается железная пыль, или во всяком случае какая-нибудь металлическая пыль Они отражаются, а затем передаются, как всегда указано, как эхо Это не так И есть самые разные вещи о помехах, и я не хочу показывать вам это сейчас Тогда есть военные или легкие самолеты, которые могут летать на крутых поворотах Тогда это выглядит немного сумасшедшим, но недостаточно сумасшедшим, это происходит сейчас И действительно, у нас есть, я уже показывал ранее, эта папка с материалами, оцененными авиадиспетчером, военным, который спросил своих начальников Не можем ли мы, наконец, пойти туда и посмотреть, что это все такое Нет, у нас нет заказа на это, нет материалов и тем более денег Но если у вас есть кто-то, кто может это проанализировать, то сделайте это, когда это ничего не будет стоить, и когда вам будет так весело Ну и теперь он копировал и записывал материал по ночам А затем попытался проанализировать и обнаружил, что между 1993 и 1996 годами, с этими черными точками, это всегда месяцы здесь и дни месяца там В тех случаях, когда вы видите черные вещи, которые вы не можете объяснить, конечно, так что это неопознанные следы После некоторого времени работы вам нужно будет кое-что прояснить, например, с этими переходами, где я ранее показал вам Что горы начинают колебаться при неблагоприятных погодных условиях Но некоторые из них он не может оценить, вот эти, но вы видите, ежегодно наблюдается немного больше наблюдений НЛО, чем обычно принято считать И это на территории не только Швейцарии, но и Южной Германии, Верхней Италии, Франции, Чехии, Австрии, не относящиеся к этой области В конце концов, там было так много всего, что было показано Мы были совершенно поражены тем, что это так много И все это не является большим секретом, вы все еще можете говорить об этом Вы снова видите эти обычные вещи, когда промышленность находится во Франции Это не то, что вы имеете в виду И теперь, если вы проанализируете это немного лучше, вы сможете подойти к этому ближе, то есть с другой точки зрения и с другой точки зрения И теперь вы можете исследовать самые разные формы этого Потому что это просто, опять же, как указано выше, все неопознанные траектории Да, что это было Теперь вы можете немного увеличить это, и тогда получится такая траектория, которая уже не выглядит такой прямой, как у этих военных самолетов, как у гражданских самолетов Но немного странно Вы можете распечатать Таймс по этому поводу, но этот трек еще не так убедителен Давайте еще посмотрим Это происходит здесь, в комнате, вы видите, там, в Швейцарии, недалеко от Ашафенбурга, это Ашафенбург, там что-то происходит Ну, давайте приступим к делу, а потом это немного раздуется, и посмотрим, что там, и тогда это не будет выглядеть как следы проклятия А потом может пойти еще дальше, увеличить Это выглядит так, и если вы сейчас еще раз подробно исследуете все это не только с нуля до пяти часов, но и за короткий промежуток времени то неопознаваемые следы станут немного более отчетливыми Видите ли, это означает, что каждые десять секунд здесь появляется точка Она летит со скоростью, да, теперь вы можете спуститься туда, так что вы видите два километра за десять секунд Вам еще нужно подсчитать, сколько это Вот здесь он замедляется, вот здесь он делает такой крюк, вот здесь он снова замедляется Это еще не так интересно, но это уже не тот самолет А чуть позже происходит то же самое, очень увлекательное, но немного позже это начинает так раздражать Здесь это происходит медленно, затем очень быстро, затем снова возвращается, очень быстро, затем снова немного медленнее Так вот, как можно постепенно подходить к вещам И вы уже сейчас увидите, если вы всегда будете сравнивать это с тем, что мы видели раньше, с самолетами, это не похоже на самолет, потому что это не то, как они летают Каждые десять секунд вы видите то место, где он сейчас находится Но затем он делает такие странные движения, что вы удивляетесь, что это такое Или приходите сюда сейчас, когда вы снова решаете это дело, это было здесь между четырьмя и пятью часами И то, что вы видите сейчас, это снимок, который заканчивается в два сорок семь часов и, вероятно, выставлен на полчаса Вы видите, что из этого краткого по времени снимка, если вы сейчас сделаете вот такие отдельные снимки, все же выйдет что-то очень интересное Ни один самолет не летает по этим траекториям здесь, и это не так Это три объекта, три разных Он делает здесь ноль, и вдруг возвращается на 180, и я думаю все тот же день Это было там, верно? Вы даже сейчас не можете этого видеть Ах так, да, нет, сейчас другой день В пять Июль 1994 года Несколько объектов И правда здесь всегда указывается, какие объекты Вы можете продолжить это позже Вы можете получить все имеющиеся здесь следы с компьютера, и если у вас есть время и желание, вы можете трехмерно воспроизвести все движения доказательства У нас есть время для одного из этих созданные объекты, можно затем оживить, а затем внезапно заставить это вращаться взад и вперед в пространстве И вот вы уже видите, насколько странны такие движения Он летит очень медленно, это видно потому, что точки расположены очень близко Здесь это тоже задерживается очень надолго Что это? Я думаю, это озеро Люцернштадт И вот оно снова увеличилось Что же это такое? Оно все еще выглядит таким узким Тогда наверху вы видите три объекта, один желтый, я думаю вы этого не видите, там что-то вроде этого Стоит на месте, тогда здесь что-то вроде этого Зеленый и красный А потом вы видите медленное движение здесь, затем снова быстрое движение здесь Итак, скорость уже близка к скорости звука Я покажу вам это позже Все это не так интересно, но тогда вы сможете увидеть это совершенно отчетливо Вот здесь, так что если мы пойдем туда позже, здесь снова будут какие-то неопознаваемые следы Если вы увеличите это, то увидите, что какая-то вещь остановилась на границе, а затем снова свернула вот так, иногда быстрее, иногда медленнее Тогда есть странности, в которых мы, к сожалению, не продвинулись У нас есть потом, вот здесь, в этом районе, есть измерительные центры Там есть станция НАТО, где англичане и немцы контролируют воздушное пространство И конечно, там есть запретная зона, там не должно быть Так вот, этот объект, который немного покрутился туда-сюда, он простоял там довольно долго, и это так Вот он между нулем и двумя часами, а затем еще четыре часа до шести часов Оставайтесь там Мы специально связались с Джоном Александром, и он сказал, что да, он едет в Брюссель, а потом хочет спросить у тех, кто живет в Мёсштадте, что это было Мы не можем этого сделать, мы хотели бы, чтобы вы дали нам ответ Но затем он спросил нас, вы хотите этого или хотите отложить это до тех пор, пока не представится более подходящий случай, о котором я смогу узнать в Брюсселе от НАТО Тогда мы подождем Но так и должно быть Мы не пойдем прямо Мы должны поехать в США, чтобы кто-нибудь из Брюсселя, а затем через НАТО, возможно, смог бы рассказать нам, что там было Так что это не так прямо якобы Теперь еще несколько следов, которые можно легко показать, и которые также можно идентифицировать как нечто, что не является самолетом, то, что там внизу Вы видите, это сильно отличается от этих обычных машин, которые летают здесь Там тоже что-то странное изгибается Если вы увеличите это, то получите, например, вот это изображение Так что здесь, в Зигмаринге, это был только один такой пример, и вот у нас есть эти, даже эти странные следы, три объекта И поэтому обычно ни один самолет и ни один другой объект, о котором вы знаете, снова не летают Три объекта, которые затем рассматриваются отдельно Все это еще не так критично, я могу вам все это показать И в тот же день снова эти три трека Это как-то суммировалось и еще раз Это же безумие Когда это видит специалист по радиолокации, он говорит, нет, это не самолет Конечно, нет Конечно, случаи наиболее убедительны, когда кто-то сам видел объект В тех случаях, которые я вам сейчас показал, это были ночные снимки, которые потом были просмотрены Потому что ночью на улице фон Клотен никого нет А потом они смотрят в небо и видят, что происходит Ожидали, не появится ли там НЛО, но все это было замечено задним числом Здесь что-то другое Вот и наш человек, военный авиадиспетчер, прибыл в Дюбендорф и Клотен, это здесь, в Цюрихе Здесь вы можете видеть, как приземляются машины и как они взлетают, вот эти взлетно-посадочные полосы Значит, это обычные самолеты Там на ЦИС, и он говорит вот так, всегда были видны огни Так что если это и есть гора, то у них все еще был ореол, похожий на шары А потом он подошел к своему радару и увидел, что на ЦИС, вот ЦИС были какие-то объекты Но затем он посмотрел на это между семью и восьмью часами, и там было очень много разбросанных предметов Ему пришлось бы это сделать, и он сделал это со многими объектами Поэтому у нас есть так много, много радиолокационных диаграмм, некоторые из которых я вам покажу Так, можно ли смотреть каждые пять минут, где это все сейчас находится? Это, конечно, такая совокупная картина Так что это единственное, в чем он мог почувствовать прямое подтверждение То, что он видел, тоже была Афрада, и этого он не видел, но шесть его коллег, они не позвонили ему Потому что знали, что он интересует ЦНЛО И они не связались с этим, иначе он просто превратится в театр Но они видели там какой-то серебряный предмет Здесь он изображен плохо, я тоже видел это в своей книге, но если показать его с лучшим разрешением, то он будет немного более выразительным Этот объект, то, что прыгает туда-сюда, это была серебряная тарелка Вот это, когда он спускается вниз Там были и другие объекты, вот один, но тогда он был выше Для этого, конечно, нужно указать высоту, она у меня есть для других целей, но не для этого случая И третий объект здесь, вы его тоже не видели, он тоже был слишком высоким Но этот объект был очень близко, всего тысячи или две тысячи футов И что еще я могу показать, так это очень странные движения И вот теперь я могу сказать вам, мистер Грише, что я имею в виду под быстрым и медленным Вот эта штука, точка за точкой, точка за точкой, вы можете определить, что она пролетела 210 километров в час А затем она начинает лететь в этом направлении И при том со скоростью 210 километров в час В три раза больше скорости звука, потому что за 10 секунд, скажем это 10 километров, за 10 секунд будет пройдено 10 километров Значит, за одну секунду 1 километр, то есть 3 на 300 метров, это в три раза больше скорости звука Если это происходит так медленно, а затем ЗАГ уходит, то, что вы всегда слышите и слышите от этих свидетелей НЛО, то это подтверждается вот этим наблюдением А потом этого больше не было видно Это может быть по разным причинам, и наиболее вероятной причиной будет то, что если он улетит со скоростью в 4 раза превышающей скорость звука То он вообще перестанет обрабатываться радаром, то есть вычислительной программой Потому что они также устанавливают ограничения, скажем в 4 раза превышающая скорость звука для известного самолета, Аврора еще не разработана А затем они отменяют это, чтобы не смущать людей Это значит, что отсюда можно добраться из одной точки в другую, их здесь 300 И я бы сказал, что оттуда до этого места, за 10 секунд, может быть 4 гонщика Скорость звука, потому что, если бы это было так, это больше не отображалось бы Но что-то в этом роде, такие странные изменения курса, да, вот еще текст, и я думаю, что у меня все еще есть книга здесь Вот вы снова видите 210 км в час на сверхзвуковой скорости, всегда разгоняемой до 3 Ну, но это происходило не только один раз, но и по-разному Вот, например, такое другое представление Вы видите, объект скорее дергается так медленно, а затем быстро улетает Не так быстро, как другой, и здесь мы только ускоряем его, но вы видите, медленно, медленно, быстро уходит Там есть и второй объект И вы должны знать эти следы, а также должны знать, что военные пилоты радаров, а также гражданские лица, не могут этого объяснить, и это именно неопознанные Преимущество в том, что вы можете видеть на большой территории, что делают звери, где они живут, откуда они берутся Вот, например, вид сверху, из Нема или из района Нема, да, Франция здесь, до Женевы Вы видите, там, сзади, где-то там Женева, летит такая штука, и при том на сверхзвуковой скорости Вы же видите здесь, как указаны скорости Каждая минута останавливается, потому что программа думает, что у нас действительно мирное время А в мирное время ничто не летит со скоростью, втрое превышающей скорость звука и выше, так что нет никаких проблем Ракеты такой не ожидается В военное время ожидается нечто подобное, тогда, конечно, здесь постоянно догоняют Это только к тому, что здесь происходит такой разрыв И затем он также указал высоту и нанес ее таким же разумным образом Это то, что вы видите здесь Я однажды разговаривал в США с пилотом, который показал это, и он сказал, да Если это происходит здесь на сверхзвуковой скорости, то где это, где произошла авария? Он ожидал, что там внизу все это взорвется Да Они также закрывают высоту, 30 километров, тогда тоже конец Они ограничивают это Затем они также сузили область позже, просто украсив программу чем-то вроде этого Я тоже не знаю, почему Ну, так вот Вы же знаете спутниковую связь Ерунда, метеориты, они летят со скоростью 20-50 километров в секунду Так что если бы вы оставили это открытым, вы бы тоже постоянно сталкивались с болидами Вы этого не хотите Так что вы уже должны это сделать Вы должны это разграничить Да, да, так по каким причинам вы ограничиваете себя, конечно, не так ясно Что-то похожее на это здесь когда-то происходило в Германии Другое было во Франции Вот это произошло в Чехии, и это объект, который внезапно удвоился здесь, а затем у него внезапно появилось два объекта И он также мчался со сверхзвуковой скоростью вот в этом направлении На самом деле, если вы ожидаете, что на вас нападут, то они должны что-то сделать прямо сейчас Если кто-то только что прибыл с Востока, а немцы все еще находятся здесь Вот почему все это не так открыто и так свободно Эти данные, потому что всегда можно спросить, что вы там делали Вы это зарегистрировали, у вас это было, почему вы не вмешались и все такое Это был профиль высоты для этого Это очень странно, потому что этот объект был одним целым, и внезапно он оказался намного ниже Это было в 14 тысячах метрах, значит другой был в 26, в 27 тысячах даже Вот откуда это взялось, вдруг это образуется второй или что-то в этом роде Он не разделяет один, тогда и сразделилось бы, даже если бы оно было на этой высоте Более высокая скорость тогда только замедлилась Это может быть, это может быть, да, да, может быть Вы же видите, что между ними происходит безумная скорость И эта высота тоже Я же сказал, здесь 9 Нет, там 27 тысяч На 30 тысяч Он вообще только начинает регистрироваться Так вот, что вы ожидаете Именно с этих высот летят ракеты На этих высотах вы не летаете И когда вы летите, вы продолжаете лететь прямо, но не снижаетесь в пикировании на сверхзвуковой скорости Там тоже всегда спрашивают, да, и где это, когда это идет вниз, где это разбито Это не так Во всяком случае, там не было никаких сообщений об этом Ну тогда да, я могу вам с уверенностью это показать Это будет Да Нет, я подумал, что это то, что у нас есть в дневнике Как вы видели раньше, как вы видели вот эту штуку с этими многочисленными черными точками Так, или вы сейчас имеете в виду только то, что я вам показываю? Я имею в виду, что вы видите дату, но у нас есть представление о том, что это такое Вы верно подумали По статистике это происходит каждые три месяца или каждые две недели Нет, каждые несколько дней Я уже показывал вам это Вам всегда нужно выбираться оттуда, так что если вы все еще помните это Я не знаю, я должен был бы выбраться Нет, да, просто это очень близко, очень близко Это было в 1993, да, это было 20 раз в месяц Это так, если вы помните То есть очень, очень безумно часто Конечно, не всегда в одном и том же месте Бывают случаи во Франции, и там такое бывает Но очень, очень часто в этой зоне охвата И никто не должен говорить, что этот материал существует здесь Вряд ли он существует На самом деле они всегда должны быть в восторге, ребята Но это не так, и они могут себе это позволить Потому что это не представляет угрозы И военные просто должны определить Если это угроза, угроза должна быть отражена Им не нужно ничего другого Так что если это не имеет значения, тогда они говорят Был, не было самолета, не было угрозы Уходите Но вы не передаете это ученым, потому что они не должны видеть, как работает наш радар Эти снимки сделаны не одним радаром, а двумя военными, двумя гражданскими и тремя низкопольными радарами, радарными гонками Они соединяются вместе, и тогда вы формируете лучшую полосу Иногда вы можете использовать лучший радар, особенно для этого исследования, которое мы сейчас наблюдаем Если вы разбиваете это таким образом, то вы берете лучший радар и снимаете его с него С другими вещами, где вы видели больше таких прямых линий раньше, и это синтетический радар из этих многочисленных станций наблюдения Но вам не приходит в голову сказать, что радары неисправны Потому что они обслуживаются 10 дней в неделю, и конечно же первое, что вы делаете, это проверяете, нет ли чего-нибудь неисправного Но если это синтетический образ, то сразу видно, что он не неисправен, потому что иначе его не получат так много людей одновременно Но здесь, видите ли, такой облом, никто не совершает такого полета Это похоже на комара, который не знает, чего он на самом деле хочет, а просто наслаждается таким движением в воздухе Тогда вот вам и эта погоня за ромом Что я могу, чего на самом деле хочу Хорошо, тогда вы этого хотите? Пусть они это получат Вот это Это просто черно-белое изображение, и вы видите высоту И вы видите вот эту штуку, например, 5000 На 8000 Метры в минуту, затем взлетайте так высоко и так, это прекрасно танцует Но у нас есть только несколько прекрасных снимков Это еще одна зацепка, информация о высоте Ну да, ну да, так и должно быть И вот вы видите между 2000 и 4000 вот так, потом снова назад, потом снова вот так Это не слишком Так что эти отметки высот также различаются от кадра к кадру, поэтому я хотел бы здесь вкратце указать несколько Это профиль высот Вот здесь вы видите, он еще раз указал и нарисовал красным, вот и все, и затем сделайте это движение И вот здесь, мы должны сказать, вот и все, и затем она делает это высотное движение Затем совершенно безумный поворот, вид сверху, и вы точно видите, что это снова 10 километров Один объект где-то там стоит и вот так ерзает в этой области, а другой делает это движение, а потом вы не знаете, куда и все такое Вам еще только предстоит раствориться, но информация о высоте интересная От 5500 до 9500 там нет И тогда вы сможете подсчитать, как быстро это произойдет Я подсчитал это для некоторых, так что когда это происходит со скоростью, близкой к скорости звука Я не знаю, какая из них, миксы или эти движущиеся машины могут быть такими же быстрыми Да Итак, это, у меня есть вопрос И там утверждалось, что у американцев уже есть такие летающие объекты, которые могут совершать такие прыжки Я знаю, я не знаю, я не знаю, как быстро Полярное сияние немного быстрее, чем в 4 раза быстрее скорости звука Они тоже могут стоять, а объекты стоят Я еще этого не сделал Я ведь тоже недалеко ушел от предмета Так что в то время у нас этого не было Нет, я не знаю У нас есть еще несколько таких Опять одна вещь стоит там, другая делает такое резкое движение и все такое Это, масса объектов? Нет Если они движутся без инерции, добавьте к этому профиль высоты Это снова безумие, потому что вы видите, что зеленый цвет практически находится под горизонтом радара или прямо очень низко Но он все еще регистрируется Затем он поднимается немного выше, затем он все еще регистрируется Красный объект здесь вообще не регистрируется, поэтому он даже глубже, чем зеленый Но затем он поднимается так круто, что я думаю, что это была запятая номер 2 Сделайте это И вы видите, что здесь внизу время рассчитано, так что с этого момента до этого есть время Это несколько секунд, а затем это сокращается до 12 тысяч Метров с нуля до 12 тысяч Высота метра Спускайтесь снова, теперь можно сказать, что это ошибка Но вы видите, что здесь он поднимается, а затем так медленно входит в высоту Если бы это было постоянной ошибкой, то это не происходило бы так медленно Так что это уже настоящие кадры, и это просто безумие, безумие этих объектов, когда вы стоите перед ними и говорите, как вы это делаете, как они могут это делать Тут я обнаружил еще одну странную особенность, касающуюся Эйгера Вот здесь изображен Эйгер 3500 или 3970 Там даже написано И там летают два объекта Один раз он потерялся, а потом его снова подобрали Но он думает, что программа это новый объект, он вероятно будет таким же Забавно, что для этого вам нужно было бы посмотреть, как это было, посмотреть высоту Да, тогда это интересно Ну Алжир ровный, здесь такая высота, а потом он летит вот так по долине, а потом снова спускается еще ниже Ну, ну, это можно Вы также можете видеть отдельные кадры Красный, это необъяснимый, неопознанный Это движется Недавно 22, было 24, а теперь у меня 22, 32 Через несколько минут вы увидите неопознанные объекты здесь в виде моментального снимка Это другие летательные аппараты, и теперь вы можете снова представить их в старом виде, но мне все больше нравится, что вы можете изобразить их именно так И вот вы видите, некоторые объекты совершают почти те же движения, что и этот Приходят туда и возвращаются, это происходит снова и снова И у меня есть для вас несколько дополнительных фотографий после этого Вот как выглядят странные следы Бросается в глаза, что чаще всего это несколько объектов, а не всегда только один след И теперь вы также видите, что это два следа, которые совершают похожие движения Это идет так высоко, и это тоже идет, а затем бежит так высоко, как будто они Так это потому, что сначала это начинается, спускается, это тоже начинается медленно, спускается и снова поднимается, что это так, ну не совсем синхронно, но все же очень похоже Делает движение Да Мы на часах Да, тогда мы уходим отсюда Тогда я ухожу, и я благодарю вас за ваше внимание Ну что же, мы уже закончили на время И хотя я благодарю вас за ваше внимание Продолжение следует...